ESL Pro League хотя бы на один сезон из каких бы то ни было квалификации это супер достижение есть коллективы которые там неоднократно попадают на мажор но при этом ни разу не играли на ESL Pro League но и мы встречаемся в такой ответственный момент когда вот в шаге от вылета находится у нас трехдневный стак каваны и в общем-то их американские коллеги по цеху а ныне оппоненты по этой игре коллектив страйф поехали начинаем с картами ну почему кавана уже четырехдневный состав вчера было окей на день старше получили вчера привуху от мебров но при этом слушай они все равно стреляли неплохо и чес стрелял как в старое доброе включался еще очень сильно мэти хотелось бы его отметить и колор тоже с авиком попадал дай боже и причем оверпасс вчера был и на оверпассе это тоже было эту карту как раз таки кавана и выбрали давайте смотреть к чему тут все идет идет все к выходу на б стамина вместе с джоузом пытается встретить этот выход заметили одного из игроков в монстре но стамину должны зажимать это вообще без проблем минус джоуз 35 остаются страйк так ну да не пошло не пошло к это пахнет пистолетка 50 рек конечно попытается здесь поковырять как-то игроков атаки но я думаю тут уже задача не то что даже выиграть пистолетку просто никому не погибнуть из игроков кавана в принципе с этим достаточно просто справляется по поводу ты говоришь там кто какие игроки вот наша аналитика зацепила скользь там личности игроков я для меня самая яркая здесь парочка это кристалл с и чесом еще кто помнит вот на мажоре в кракове в семнадцатом году была такая замечательная команда пента спортс тогда она была топ-20 рейтинга и закончила этот турнир на двенадцатом-четырнадцатом месте ну как бы с одной стороны можете сказать что значит нагремела да на двенадцатом-четырнадцатом месте закончила на другой стороны хочу сказать что на том же самом месте закончили navi например ему спорт на том турнире поэтому ну результат действительно был эпический несколько громких побед у них тогда было там тот момент еще сани играл innocent и и какой-то еще finn zen zen вот такой был со старчик то есть кристалл здесь в принципе сейчас сам еще сколько получается уже лет пять лет назад это было пять лет назад они вместе играли на мажоре так что люди друг другу не чужие данный стефан когда-то с ними тоже вроде бы пересекался ой но и жаль и правда может немецкие какие-то там типа альтернейт где-то наверное да стефан мог там с кристаллом пересекаться там вся сцена друг другом переграв принципе кристалл за пределы особо немецкой той сцены за свою карьеру и не выходил поэтому может и такое быть пока у нас легкий форсетский стрейф страйф борьба приводится на попытаются побороться на самом деле в этом раунде мне просто вот ну интересен тот факт что здесь у нас ну карта оверпас нарисовалась первой вчера ее если ничего не путаю я честно говоря матчи не видел комментировал на параллельной пик или как раз таки против каваны на каваны каваны прошу прощения на а тут они решили сами и пик но в принципе наверное можно понять и начнут оставили на третью эту карту уже вроде как на турнире играли видимо разобрали дм-ку там поняли чё к чему ну и попытаются зажечь уже здесь но пока зажигают у нас их американские оппоненты начинают с мажорной ноты для себя убийство кристалла можно такой ноты уже считает но как бы дальше этого дела не идет бомба поставлена и придется убивать на точке а ну здесь множественное убийство отметить принципе легко собирает линию игроков выходящих из банка и вся эта веселая компания американская разваливается дорог сейчас возможно правда только попробуют найти спину нет стефан проверяет слайд последний entry фрагу страйк был но его не хватило это 20 и дальше будет т.к. пока что у каваны все четко но перпасе меня вот интересно если посмотреть на статистику команды страх а мы видим что overpass у них предпоследняя по статистике карта 37 процентов винрейта и здесь они вчера проиграли тайлу кстати говоря мы проигрывали таким стаком типа карпа диема мифик ор глаз то есть ну говорить о том что у них там эта карта сильно мне кажется не стоит уже но в целом как бы мы же понимаем что карта overpass это такая карта для аристократов до игросмейстеров тир-1 в общем команду достаточно сложная то есть может ее пикать абсолютно любая команда но достойную игру показать перетяжки фейки тайминги хорошие выходы ну она достаточно такая сложно подчиненная скажем так поэтому ну наверное вот на этом этапе среди двух команд которые одна нам на пятьдесят третьем по моим месте рейтинге холтв а кого-то он ранг супер игры мы не увидим зато увидим супер стрельбу джол за да уж не это это уже похоже на upset 35 это пока похоже на то что как-то кого-то на пикала overpass хочу делать на нем в атаке не особо знает их друзья вы часто видите что атаку на оверпассе в террис пузо гоняют и типа они там стоят и вся защита просто их изничтожает и пушат ну я честно говоря такое ну не припомню но может там один раунд из тысячи это исходя из обстоятельств типа атака сейвит носились и раундом не пахнет особо да там тиммейт один прокрался как бы ну а что делать дальше с этим эти нет бомбы есть возможность его возможно подождать и он сейчас как-то поможет своим тиммейтом но надо как-то вылупляться в этой атаке уже на ну распечатали за счет небольшой паузы мэти пошел через шорт не добил сначала поверил что добил а потом пришлось вернуться к этой это дело на работе ну выкрутились окей но как бы такой знаешь показательный момент на самом-то деле а когда девайсы у американцев появится что будет дальше это пока только пистолеты были пока только разминочка но проверка такая легкая боя ноги 3 но как бы счет на табло мне кажется когда у американцев будут девайс они просто не будут пушить спаун поэтому тут такое дело но в любом случае девайсный раунд мы увидим прямо сейчас также как эти два хэдшота джольца как там по второму залетел вообще непонятно но видимо в п у слайта у стамины у река и у фейца пока ни одного фрага нет кстати говоря только только джольского то убил и все надо исправляться но сейчас и будут этим заниматься на самом деле защите как бы далеко отпускать соперника европейский этот стак да не очень хочется пусть и карта соперника но какой-то багаж раундов здесь нужно работать по-хорошему начинать это 1 1 девайс на раунду потому что следующим уже точно легче не будет опять же останутся без денег четкая прием очками но смейте решил лицом про человека что происходит на точке b без ну или до раскидки гранат его тиммейтов этот маневр ему не удался и кого до остаются в четвером кавана человек кавада называют как бравада ну да да может быть кавана но друзья я честно вот не видел что комментировал на параллельной линейке ни ту ни другую команду не видел может быть зря может быть слава богу но зато я видел к хаммер вчера обрушили ожидания роман the wolf 1 я кстати успел подсмотреть аналитику до старта дня и слышал эту фразу от ромы вот так что соло развлекался как мог когда бразильцы выиграли справа ну пока у нас к эти затяжная достаточно такая так вообще ну вот все больше и больше у меня сомнений по поводу выбора каваны карта оверпас ничего не происходит целых полторы минуты в раунде только вот мы идти пикнул базу б лицом погиб и пытаются сейчас по крупицам собрать что-то как-то выйти причем по двум фронтам выходит погибает и честно базу б тем же путем следует его бывший и нынешний тиммейт крис ну короче тут дело не будет дело не будет какой-то очень странный раунд очень странно а а то есть раунд когда их респе зажали был вообще не странно не ну тут кто-то не хотя бы выиграли как бы там закономерно все было то есть вы играете против эко условно вы выигрывать а тут ну парни я не знаю два секунда конца раунда где-то один светится под b2 стреляется с банком 3 на длине остается ну такое согласно ну возможно в первый раз в жизни в таком составе они играют ну карту оверпас как свой выбор на это и строили какой вчера план там на коленке ну не знаю по идее вот чистой случайности будет если конечно каваны здесь что-то на карте оверпас получится хотя опять же будем ждать защиту то есть все в жизни бывает три раунда может быть и достаточно будет европейскому стаку в атаке я имею ввиду и потом закопать как бы в защите лайф что случилось а там джорзе просто уничтожили и промазал снайперс пуста слайд ну я думаю два стрелки уфе ты и удивился что не он этот враг сделал вообще его тиммейта забрали ноги с мажорной ноты начинают кавана в этом раунде опять же скорости и темпа пока что в атаке не добавляется гранат у них на одну раскидку это на самом деле у них ну под тютелька в тютельку не идут и контактов рэк разворачивался от флешки много не тот move организовал фейц живет на токсике пытается стрелять на удачу со вторым смог забирает и честно им теперь же защита будет уже у нас вообще это будут моменты на установленной бомбе плачу пока же я же были может вам то одни тут не понятно хотя учитывая то что нас дальше инферно там мне кажется чаще все-таки будут сэйви даже чем чем здесь посмотрим сэйвит стамина сэйвит слайд на самом деле есть что сэйвить а в.п. коллаж 7 гранат на двоих value хорошие пары фуз китов да и ну кого она выглядит на самом деле намного круче чем выглядела вчера против мебор там они знаешь так периодически включались вы выигрывали два три раунда подряд потом опять проигрывали 5 тут конечно не без претензий объективно говоря есть моментики да но в целом не знаю есть какой-то прогресс ну на была команда платья в индивидуальный два дня подряд играть карту в принципе потихонечку как это грубо звучит но раздупляются да что происходит какие связки работают что не работает у них в общем-то на исполнители тут опыт все это дело у кого на на самом-то деле присутствует посмотрим посмотрим что будет дальше хорошо на самом деле для американцев что хотя бы тогда сэйвом этот раунд закончился иначе был бы провал в экономике сэйв точнее форсетский какой-то возможно легкий ну и так вот практически сто процента этот бетраунд тоже уходил кование так сейчас до закупочка даме девайса мы мы увидим полноценный оружейный раунд в исполнении сайт слайд играть вместе с реком тут еще и третий под б а так рэк минус стефан остается на 7 процентах здоровья но под смачком живет нормально кавана не торопятся дальнейшим выходом а возможно стоило бы ой моли может и нет четверых выходят как бы тут такое жесткое укрепление на самом-то деле уже смаки играют в пользу защиты сейчас во первых тянется время ну может быть это пауза мы решили короче не идти решили окей до контакта не получилось фрага не нашли своего тиммейта потеряли будем пересматривать план захвата базы б попытка подсадиться и нащупать кого-то в точке но как мы видим на токсике никого не присутствует зацепить были здесь не удалось опять же мы эти вот очень много это понимаю большая ставка делается на этого парня как на entry фрагера но вот который раз мы видим что он выходит и не получается у него перестелять своего соперника уже вдвоем кавана уже один колор интерес против троих наш ой-ой-ой посмотрел сегодня на ликипедии прикинь он в 20 по 21 год работал в венгерской студии но освещение да я не знаю что тем аналитиком или комментатором то есть пандемийные времена то есть у него такой год скажем непростое был работал талант талантом скажем так до капитанова кристалл тоже интересный достаточно персонаж и в инактив уходил и тренером big academy уже свое время был и вот вернулся 28 лет ему уже был такой достаточно матерый матерый опытный немецкий капитан лидер но посмотрим что получится у этой пятерки на этом турнире джолс пока что подсел под смачком на меду аккуратненько изничтожает выход из коннектора надо ему ответить color ответил 4 в 4 видим эти с деглом ну да есть проблемы с экономикой у кого на гейминг но дебасе где-то сейчас можно будет найти например убить стамину если тот откроется но тут не открывается и кидает территорию stefan я так понимаю парни планируют выход от б ну по крайней мере да бомба пошла именно в том направлении фейтс позволяет себе прочекать воду вместе с тиммейтом не одинокий мув все в галочки проверим кстати отличная позиция здесь будет даже если ну часть атаки до зайдет через монстр а вот это звено через коннектор будет отрезана защиты то в принципе опять же просто забей о нет да уж фейтс так слайд приходит какой тайминг мали прилетает на плен слайд замечает соперника но ничего не поделать падает от колора стамина последний заканчивается патрона youth 24 хп и одна пулечка от и часа забирает пятый раунд для команды кувана я не могу понять что со слайтом он не проснулся наверно может быть это jet lag какой-то до сих пор турнир в швеции парень из америки но он далеко не самой показательной с нами он возможно как и я сегодня ночью смотрел финалы нб и не выспался там сегодня выиграли одни замечательные товарищи сан-франциско друзья вы можете заполучить себе отличный мерч от команды мейнкаст который вы видите на дим дефи зип худи лонгсливы два вида футболок и 50 процентов от продаж у нас пойдет на помощь пострадавшим от агрессивной войны россии украине у нас тут агрессивно все прозрачивается в этом раунде слайд которого ты журил остается последний против четырех безвыходная абсолютно ситуация запрыгивает пленты состригает и он отличное начало в атаке для кого на гейминг 62 почему бы и нет почему бы и нет сейчас бай раунд слайд снова с авиком удачи ему что там еще обычно делают на удачу я не знаю и 4 ножку там сжигают и не знаю да 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 счета в этом духе да ну пока сложно не знаю вот как бы мы с тобой разговаривали а чё вообще в атаке у кого на ну по итогу они так приноровились потихонечку тут же вопросы к страйф немного начинают возникать по их защите к жену бог с ним предыдущий раунд но до этого девайс не до когда они вдвоем были на воде и контакта выходила атака через монстр коннектор не должны были обязаны просто были выигрывать там пара флешек просто где она повергла в шок всю защиту против я так на более менее простых как бы контакты один в один они готовы выигрывать но чуть когда становится посложнее когда интриги накручивают кого на когда это выглядит как сплит сплит когда смещенный тайминг и вот ну понимание сразу улетучивается два контакта выиграли кристалл закопал два в четыре остается и часы color минус джольдс и есть инфаркты стамина и час просто несется дальше ему все равно ой-ой-ой-ой один против троих останется эстонец стамина немножко прозевал 34 хп остается перетягивается фейтс на а плент ну и должен встречать сейчас и честно нет что что со стрельбой мне кажется все просто морозится от него никто не хочет улучшить свою статистику перестрелять эстонца все давай брод давай ты давай ты ну да надо много промассажировать на одной линеечке на другой линеечке парней потому что пока такой действительно странный counter-strike знаешь больше похоже как будто вот как бы рулит на клавиатуре 1 а мышкой водит другой и так у каждого из 10 игроков местами а думает там вообще за них третий чувак сейчас проснуться сейчас проснуться пойдет пободрее интернет как я думаю вообще будет у нас не сильно но пока немного сонный оверпасик начинается тем не менее 63 в атаке двукратное преимущество каван гейминг присутствует и это и в принципе уже на этом этапе как бы на таком хорошем лузовом минимуме на самом деле должно более чем радовать что будет дальше ну я думаю будут наращивать здесь преимущества если опять же страйфа ближайшие раунды не проснуться и не начнут показывать какую-то более-менее в меня ему вообще защиту хотя бы более-менее в меняема дефолт мы вот по крайней мере похоже на то что сейчас происходит то есть снайпером где-то будем видеть прожимы ланга мы где-то будет видеть поближе к т-спауну к миду там может коннектор где-то будут занимать там монстр по таймингу уже тысячу раз можно было пройти многие коллективы такими мувами пользу этого но это паника стамина повезло знать чего-то не справился с управлением управление колор в итоге с глака просто добивает слайд какой хороший выстрел 3 в 4 остаются кавана гейминг но есть флешки есть смоки надо да но как бы флешки и смоки тебе не понадобится пока ты туалеты не вскроешь а туалета они с дугой так по-прежнему не прошли это звено снайпер плюс ли рифлер тут стоят непреклонно ну отлично закачал и чест единственное что нужно было это получается 24 превращается 2 в 1 и рек такой ну в смысле ну как ну парни но с другой стороны можно шнук было отойти уже давным-давно из этих туалетов оказывается супер невыгодная ситуация для себя защита как качеля вообще ну ладно ладно законный батька короче по итогу так и должны были ставь игры только в не в этой ситуации только не рек 12 должен был брать они три опорника база должны были справиться с двумя игроками но с нам сейчас повторяться те шикарные мувы просто да что же наклейка на руке видел слайд как как будто от банана зелененькая ты прилипла прилипла наверно потом увидишь на статье временем же экономически от кого на гейминг настолько парня запустили ну в принципе ну да как ты уже сказал шесть раундов в атаке даже там если счет будет 96 это уже на руль аж не значит что нужно расслабиться ой ну сколько вот как эти флешки я не знаю просто вообще чуваку выжигают глаза такая жесткая паника благо приходит тиммейт как бы и что-то мэйс или квадрокилл пистолетов да и против толпы пока может радоваться пока есть 25 патронов лобой мки у сайленсера в принципе безарморных глакова можно перестреливать совсем скоро все дела на будущих турнирах уже поменяется ну вот посмотрим кстати даже против таких раундов вот хватит ли 20 патронов самом деле зашивать в толпу но пока дал пока работает 6 5 у нас в раунде американцы вот своих соперников уже принципе получают небольшую но уверенность после наверное клач и река так вообще в принципе у нас такая игра кто больше на ошибается кавана решили не отставать количество ошибок от страйфы последние три раунда прям как ошибаются но мы эти тем временем находят два быстрых минуса стамина разменивается тоже добылки он еще бомбу спалил и более того он и выбил то есть ты понял контролировали эти два фраги нам эти двух чуваков на монстре просто в открытую перестрелял они там где-то в районе гриля стояли просто вот чуваки в защите в открытую стоят им эти такой ну окей давайте стреляться своей задачи справился тем не менее три в три и по-прежнему шансы у американцев река на канадской команды здесь какие-никакие присутствует единственное что них вообще нет базы b но пока об этом в атаке неизвестно так стамина идет спину но так слайд так прямо будет контролировать девятки джольц возле коннектора но в принципе должна же быть перетяж бомба ставится не дефолтная ой-ой-ой тут смачок нашелся причем да скорее всего трофейный но фальс фальстарт фальсами фальстарс при любви слайд и джольц но не получается у страйф выйти на временную ничью 7 для кого на гейминг и как бы да что там с экономику устраив 150 баксов у река стамина 800 не ну дропы будут на самом деле там горем пополам закупится тут не в экономике наверно дело вообще я согласен для этих парней после вот этих вот мува 2 на монстре мы стреляемся ой тяжело тяжело ну что-то знали что-то знали кого на гейминг пика эту карту пока конечно такие проблемы они организовывают своим визави в их защите тут пей воду не пей воду есть у тебя экономика нет те экономики что-то надо срочно придумывать в этой защите я не думаю что в атаке там хотя нет хотя скорее всего полегчает здесь страйфы и сами себя и соперника передумывают как мне кажется местами играют слишком просто местами играют слишком сложно вот баланса найти по-прежнему не могут выходит на ударную позицию рек ну вот уже конечно ответочка за прошлый раунд двоих в бланде забирает которые пытались прорваться через вражеский молик потушив его собственным смоком и вот такие вот такие вот простые постреляшки я бы это назвал вот для американцев конечно просто навес золото и когда к вам решают играть вместе быстро и в одну точку то страйфы в принципе с этим давлением справляются когда что-то организовывается более витьеватая на какие-то хитросплетения атаки тут уже когда нужно подумать все очень сложное час выходит на перестрелку с джолзом проигрывает и и остается у нас в районе монстра колор проверили его ценой потери река ну рек нормально и так два фрага уже в этом раунде сделал мог себе позволить 5 его тем более были так 40 секунд сейва или же колор умрет быстрее но тут мне кажется его нет пусть там еще зажимает джольдс а не проблема для колора может еще давайте всех убьем не разбежались разбежались остается рядом только стамина тот тоже не очень хочет давить ну там как бы просто момент окей стоит ли игра свечу если посмотреть на экономику самых страйф то небольшой облом есть в этом плане то есть окей один пошел второй же наверное был проверочный но как показала практика по результату на этой стычке лишний последние секунды этого раунда сейв все-таки организован еще один раунд для страйф все-таки ну вот дистанция какой-то супер разгрома мы не видим все равно они где-то в раунде в двух раундах от своих соперников но с другой стороны мы это понимаем что если бы вот они как раз таки были за атаку то это окей догоняли да и там были в раунде отставания когда они находятся в раунде отставания играю за сторону защиты на выборе соперника это конечно сложно с этим что-то нужно придумывать срочно но может быть сейчас самый лучший шанс для того чтобы сравнять счет и закончить половину в целом свою сторону 87 и мы посмотрим тогда ровный counter-strike на объекту color минус джольд слайд с юспа убивает кристалла стамина ну и вот тут будто не хотят проверять а сейчас просто выходит в дверь но стамина не против что так они разминулись color color ждет color не дождался тут и час нет это мэйца но им эти не справляются мора не было дегл всего лишь точно такая же ситуация была и у и чеса соответственно минус 2 для стамина но у него 5 хп остается и у слайд опять хп считывая то что стефан с м к колорс оба по еще и с армором тут еще можно попробовать ну главное расковырять здесь река сейчас на точке сотово там уже согласен с тобой по хп по крайней мере будет чуточку полегче но ты попробуй выковыри рэка главный главный антагонист команды кавана на точке б свои четкие два минуса дает красавчик красавчик к нему вопросов никаких нет тиммейты сделали основную часть работы в начале раунда он в принципе поставил хорошую такую точку восклицательный знак наверное в нем ну и 7 7 по итогу все равно у нас ровная первая половина и сейчас посмотреть заключительные ее 15 раунд до 7 7 одинаковые бои команд и какую идею нам покажут кувана вчетвером пошли под миду хаешка никого не зацепила начала раунда уже неплохое потому что могло быть и хуже на длине никого под аплентом всего лишь один джольс ну складывается ощущение что они сейчас просто зайдут на аплент окей там придется перестрелять условного стамину который ни сном ни духом вообще не заметил заметил снайпера все alarm тиммейты бежим стамина не справляется один на точке из туалета джольс ничем помочь ему не может ну так не хотя понимаю что это возможность плиты он правильно понимает оборачивается в обе стороны не понимает по какому таймингу будет выходить на него дуга или туалета ну короче развалили в этом раунде клана своих соперников редко но мелко сходили на точку а хотя подождите это же американский контр-страйк переворот может быть интересная хаешка полетела типа в плент 2 в 3 бомба только-только было установлено лета молота в банк под фейтса что же буду делать слайд и есть флешечка под эту флешечку фейс вылетает из банка проверяет машину посмотрел старый смон и если еще один нормально это было трофейные подняты а вот это с войске и он точно ложится на бомбу ну нужно попытаться диффузить ее больше делать нечего находится флешка время идет нет все-таки диффуза никакого не будет и все-таки так или иначе защита выигрывает эту сторону защит атак выигрывает эту сторону 87 как-то так ну в целом на самом деле квад насмотрелись лучше в течение всей половины но там периодически то рэк где-то стрелял то еще фейтс эйсики делал но в целом я не знаю что будет во второй половине опять таки сложно я эти команды видел один раз своей жизни но напомним вам друзья что сейчас идет 114 день вторжения россии в украину и донатайло совместно с майнкаст собирают средства на помощь пострадавшим от этой войны мирным жителям и вооруженным силам украины баннер под трансляцией комиссии никакой нет а мы идем на небольшую паузу а а и Субтитры сделал DimaTorzok 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 Двадцать шесть патронов Успел зарелодить свой МАГ-10 И делает паузу Вообще не думает, кстати, о втором А второй бы мог уже даже и в спину там, например, зайти Или шарта Но пока у Стамины есть работа С оставшимся опорником на планете Как раз таки этот самый второй из девятки приходит И хоронит его и скаута И все-таки Кавана, прошу прощения, Гейминг Забирают Форс Короче, знаешь, как надо? Есть Кавана Гейминг А надо вот там молодой человек с ником Стамина Надо, чтобы у них организация называлась Стамина Гейминг и против Каваны Гейминг Я считаю идеально было бы Так, какие-то проблемы у нас на линейке Не прикол Ну просто созвучие Созвучие Стамина, Кавана Стамина, Кавана А, ну да Да Да, я уверен, есть какая-то команда Или, по крайней мере, была Сто процентов была с названием Стамина Ну, типа Одно из самых геймерских слов, которые можно придумать А, все, матч закончился Наигрались, походу Ну, чему-то поплохело Главное, чтоб, наверное, не серверу Потому что это самая такая сложная проблема Пересаживайтесь, говорят Это, знаешь, как в клубе у вас время вышло Угу Не успел продлить Надо идти доплачивать Ну, американцы все проплатили Все нормально Там и час уже на перекус ушел Интересно, конечно Так, может какая-то информация есть Что у нас, кстати Есть же параллельный, друзья, матч Инкор и Хит сражаются Конечно Там, кстати, уже 15-5 на первой карте Хит ведут Ну, это, кстати, я вчера Хит тоже не видел Но Инкор я комментировал Отвратительно не понравилось мне То, что я увидел В общем-то, ну, не знаю Там было австралийское дерби Первым открывающим матчем Я такие надежды возлагал на этот матч Но ордеры особо сил не прилагаю Просто раскатали нам лепешку Парней из Инкор Ну, это были наши, кстати, англоязычные коллеги А это мы Да, это были не мы с Мишей Вот это мы Короче, там проблемы с компьютером У одного из игроков Причем какие-то серьезные И я не знаю, как это фиксится И сколько это фиксится ESL работает над этим Да, ну, будем ждать Будем ждать этого момента, друзья Можете пока прыгнуть, кстати, на параллельный матч Если успеете зацепить последний раунд Посмотреть, как Хит выигрывает первую карту Инкор Там как раз идут, вот я смотрю, размены Но мы будем ждать Надеемся, что, в общем-то, это все очень скоро Поправится И этот замечательный Counter-Strike мы продолжим смотреть вместе с вами Наверное, далеко не разбегайтесь Мы уйдем на небольшенькую паузу И вернемся, как только команды будут готовы Субтитры сделал DimaTorzok 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 Субтитры сделал 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 DimaTorzok 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 тоже ну вчера сколько они там раундов 9 по моему взяли 8 что-то такое против мигров на оверпасе но это были раунды взяты только за счет индивидуальной стрельбы это колора или мэти или чеса то есть были ситуации когда там раунд начинается и часть делает даблкил все там 33 игрока сейвит сегодня не сегодня не соперник уровня меборда скажем прямо это все-таки страйф команда которой мы тоже ничего не слышали знаем только фейса ну так или иначе не знаю мне кажется есть какой-то сдвиг я честно говоря вообще не понял как они сюда попали потому что судя по ликипедии у них вот был esl челленджер их они там четвертое место заняли и тем не менее здесь оказались то ли там кто-то не смог поехать то ли что вот как то так такие такие вот дела но вроде как пока может что-то и починилась на наушники не одеваются и админы продолжают колдовать над компьютерами игроков пока у нас игра в принципе не торопятся продолжаться а кристалл весь играет просто чувака там компьютер сгорел он играет но старый тиммейт и старый добрый я уже эту историю рассказывал действительно еще в семнадцатом году кристалл вот и честно нам показывали кевина тарна так его зовут то есть они вместе в пенте много тогда делов натворили после чего собственно сани забрали мауза себе мауза тот турнир тот мажор провалили решили усилиться общем-то ну короче знакомый знакомый кристалл и честно у нас хайлайтики 1 а вот нам кстати там фраг этот не показывали вот как там все было когда снайпер атаки как раз таки убил я просто сидел не мог понять как откуда где крестик есть вроде фрага нет но он был могу горит вот такую рыбу поймать когда перестану быть тренером и стану рыбаков короче вся буря эмоций американского тренера когда же мы уже начнем я уже знаю мне терпение лопать смотри там сердечки у кого-то видишь тетрадочки звездочки розовеньки когда ничего заняться смотреть заняться в паузе уже скоро должен начинаться матч у нас познать и такой достаточно обширный турнир получается то есть double elimination б3 и я посчитал по сетке 22 будет три то есть на этом турнире на этой квалификации для кипал должно быть сыграно и больше ну естественно их часть сыграно в нижней сетке то есть в принципе вот эти две команды сразу попали в первый раунд нижней сетки откуда конечно выкарабкиваться суперсложные оттуда только две путевки всего лишь то есть четыре путевки разыгрываются верхней сетки будут четыре команды счастливец и до которые выиграв два подряд бы 3 окажутся в ипл а будут вот очень большое количество команд которые будут рубиться друг с другом уже до начиная вот с этого матча из того матча который у нас идет на параллельной трансляции который будет вот битва в нижней сетке не на жизнь и нас всего лишь за две путевки на самом-то деле то есть будет там достаточно сложно то есть справа допустим уже вчера из неожиданности упали я думаю они очень довольны этим моментом и на злости просто будут ломать эту самую нижнюю сетку по крайней мере пытаться ее ломать что но вчера конечно против хаммер чудесная игра была бразильцы с такой душой играли я не за меня не немного где-то даже местами там фурию напомнили ну окей не о них сейчас в будущем еще за этой команды из справок мы посмотрим а сейчас продолжаем следить за событиями как раз таки команд гейминг против сайф напоминая то что было до этого перед паузой у нас форсетский после взятого американцами пистолетного раунда забрали европейцы теперь они издевайцами их соперники с одним калашом и четырьмя пистолетами в собственной атаке так и честой опасный чест убивает джольца 45 страйф пойдут через длину заметили на шарик река color просто отойдет все команда кувана готова встречать на apple но царе у строя есть целый декой они сейчас с этим деком просто всех победят всех обман у река такой супер супер фейковый декой пока кстати калаш начинает работать фейцы нам не показали но он то свой фраг сделал моментальный размен минус он минус 2 его тиммейта и остается последний который последний досматривал спину своей команде этой самой спины не было теперь мы придется вот лоп-лоп встретиться с неминуемой смертью от кристалла и все-таки подтвердили свой взятый force рефорс выиграть американцам не удалось и пошел набор счета командой кавана ну тут по идее вообще там кайпе дал атаки с экономикой то есть ну надо было брать по хорошему пистолету вообще ни в коем случае не проигрывать этот force как он там случился возможно поторопились может быть наша лайф студия там этот момент обсудит если вспомним да но после этого может уже ничего не быть я имею ввиду взятых раундов для коллектива страйф но дешевые сердито вываливаются они из монстры такой раунд мы уже видели в первой половине только с таким же результатом да только другая команда была за сторону защиты 183 раунда очередной девайсный как очередной первый девайсный раунд вот первый девайс раунд до на лома все равно сами галилу джольца стамина для гранатами не но вообще можно можно нужно браться за такой боя вопа есть у слайда парня начала было не очень но вроде как-то раскрикался не знаю 8 на 10 лучше чем 0 на 4 ну тут наверное этого дела не в количестве а в качестве то есть можете в минус закончить если его команда все-таки попытается точнее перевернет этот оверпасс выиграет выбор соперника ну вот пожалуйста и слайд главное главное качество этих фрагов очень понятно что делала мы этим по ходу подсадку там смотрел или что но в ухо был заслуженно пристрелен уже хп серьезно потерял и чесна на того момента не показали так пытаются выманивать на ошибки своих соперников американцы в районе монстра и воды так 40 с сильно 6 секунд а тут один ну нет 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 есть stefan у юли какой тайминг молотов отбросил color убивает джольца 4 в 4 минус color минус кристалл и час 15 хп его здесь заметили и стефан один против четверых информация по нему есть и это 9 для страйф четко четко я так понимаю там будет очередная техническая пауза старт компьютера никто не отменял это как ты понимаешь я просто читаю беседу если из корни понял ну вот со слайда здесь все начиналось удачный мув от него но потом я немного вообще защиту не понял по факту весь диффенс пункта б висел на дамажном и честь стефан притаился в шарте то есть играли по одному здесь немного не учли тайминги там поздний молик был ну короче череда или вереница мелких но тем не менее недочетов приводит к тому что своего первого девайсного раунда команда стая все-таки возвращается суши ну ломает темп на самом деле и без того загадочной игры у нас эти вечные технические паузы напряжение еще не успевает возникнуть да у нас сразу техническая пауза тем временем началась вторая карта в матче хит корр поэтому друзья не забывайте также время от времени посещать наши параллельные трансляции у нас есть мульти трансляции существует там идут уже села иногда веселый иногда не очень матч все компьютер перезагрузили можно играть дальше очередной бай от кованы деньги последние нужно выложиться на максимум если они не хотят мечет 1111 сейчас против страйк да ну и сыграя играются старт кого на два дуга пошли проверили коннектор в принципе тут нашивка смоков вот со стороны базы b прорыв болота флешка тиммейтом эти дал должен был 2 забирать но слушай так джольц юрка упрыгнул в блайнде от своего соперника что тот аж растерялся 4 в 4 по итогу сейчас у нас я так понимаю вообще играет роль свободного художника стэф он минусует все-таки джольца под базой б ну и а так серьезные проблемы их обходят спину информации по этому моменту у них не присутствует меньшинство в одного игрока и но до конца до конца на точку они уже пойдут гранат не так в принципе здесь много тайминг особого значения не имеет и по-хорошему бы нужно сделать рак ну а гаджи спина не проверяется и через по таймингу в нее заходят не жадничает абсолютно просто оттягивает на себя фокус внимания слайд рэк пошел соло есть дым на хэдшоте сейчас просто ездить и нагрыз спиногрызище ну и слайду ничего не остается как вот справиться теперь заходом на точку когда ты не отстрелишь спину никак бомба у него на руках но вот теперь вопрос тайминга конечно решает вопрос того что слайд переживает по поводу собственной стрельбы надо уходить будет сейв 12 раунд в копилку команды кого на гейме так что-то бодигам 3 600 что-то такое у страйф я не знаю если там 1900 будет лосс бонус то вроде как можно и к сыграть я не знаю я не знаю что там для себя будут решать американцы это их игра они решили сделать все хорошо хорошо давайте смотреть а вы поесть таки уже надо лет до более чем так мы ческана своей связи опять в коннекторе причем ой 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 сам себе создает ситуации смог нам олик накинул флешку накинул шум эти забрал рэка это у нас на болоте насколько я понимаю даже вот тут observer не успевает насколько все динамично было но опять же заложники активности своих соперников в этом раунде американцевик по-прежнему конечно не потеряли но он так я понимаю в этом раунде особо и не пригодился ну там уже позицию больше пользу на самом деле сайт видел шейца когда убили у нас под стол упал просто светки еще не недовольны на самом деле неплохое решение то есть ну выровняется сейчас немножечко ситуация если конечно слайду удастся засевить эту снайперскую винтовку 45 секунд до окончания раунда поверить в это сложно если хотя бы толику желание проявит команда кавана то карта оверпасс не столь велика чтобы не найти здесь сейв еще до выдвигается лонг слайд уже обрел этот контакт понимает что на него объявлена охота и живым скорее всего ему из-за этой передряги не уйти так и происходит сейва никакого не будет ну хоть не после таймера забрали это как говорится слава богу да уж да уж 13 13 для кого на я это сколько у нас уже получается день час десять минут идет эта карта за счет от этих технических пауз постоянных ну очень размывается вообще впечатление вот закончится карта спрошу тебя мишка к тебе и ну не знам нет на то место было сложно ответить потому что но я больше помню какие-то паузы тактически технически про по игре страйф например сказать особо нечего ну парни приехали покатать катают ну я знаешь больше жду интерна как бы надежда сочный оверпасс среди команды анранки да какой там четвертый день они вместе и за третьего места тем более команды из америки как бы я особых надежд на оверпасс не возлагал то есть конечно понятно что это не будет топовый топовый какой-то оверпасик а вот инферно катать все умеют все любят большинство да там я думаю будет и ровно и сочно и с клатчами которых мы здесь видим ну по минимуму до неожиданных моментов много но это опять же вот неожиданности из-за того что много и тот и другой коллектив ошибаются и как бы их в этом плане можно понять эти у кого на вообще какой-то фетиш они игроков 13 числа исключительно подписывают там только 1 они писали не 13 13 августа и 13 июня 4 игрока он подписан прикол и какой тайминг и чес поторопился здесь очевидно поторопился в итоге сейчас идут перезанимать воду стоит же джольс не отказывается отказывается от воды парни из немецкой организации и джольс горит я обещаю выйти на базу б но через через пару месяцев да 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 я точно точно выйду на базу б но не сейчас мы понимаем как важно прямо сейчас выходить на базу выйти на базу б я же очень важно выезжать базу б но а что что ой-ой-ой три в три делать ситуацию кристалла джольс под этот мэти мэти боже как же он хорош я мэти вообще копает мэти красавчик я не знаю где они его нашли но тоже там он крутился я понимаю уже немецкой сцене они линии 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 это колор герман до мэти играл полный берсер команда ну то есть где-то на немецкой сцене крутился но я так понимаю на него тут возложена роль в атаке было entry фрагера ну короче скиллов скилловый парень вопросов нет наверное обширной публике неизвестный но вот если что-то получится у кого на этом турнире тот то может быть и он в том числе засветится потому что ну понятно что там кристалла уже миллион лет и никто его там наверно какие-то тировые топовые команды подписывать не будет да вот мэти может быть как-то засветить но бог его знает надо наверно на если пролику выходить и тогда только засветишься полконференц все же квалификация мы понимаем map point тем временем против пистолетов кого они справились без шансов абсолютно для их соперников ну и ну и последний шанс вернуться в эту игру коллектива страйф ну не в игру на эту карту на выбор соперника вообще непонятно на самом деле нужно ли мы нужно но если силы если понимание что делать в этой атаке можно они уже говорил я говорил о том что им наверно будет все-таки легче в атаке но видите я ошибся понимание тут совсем совсем мало чего происходит мы эти очередной entry фраг от него остается на своей позиции кристалл пытается организовать его поддержку тут и колор за деревом и это разрывисимо просто ну окей не зря не зря выбрали карту оверпасс парни из кавана гейминг вот мы узнали что кристалл после вчерашнего оверпасса с мир очень плотно со своими парнями смотрел демку этот выбор как для команды был максимально очевидным ошибки были рассмотрены в принципе не зря карта пикнута в точку попали в точку побеждают 16 9 могут быть пока что собой абсолютно довольно игроком м